Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем заниматься Enterprise в Intel Elementary. И на этот раз передо мной 20-е упражнение. Здесь нужно как всегда поставить пассивы и затем еще поставить абзацы по порядку. Ну, я думаю, абзацы по порядку это уже не столь важно, тем более... Ага, здесь еще заглавие надо дать. Mesh the paragraphs to these headings. Recommendation, historical facts, things to see, to do и name, location, description. Окей, ну что ж, для начала нужно прочесть и понять, о чем идет речь, а также поставить эти пресловутые пассивы в нужное время. The little mermaid чего-то там locates in the Langolini harbor of Copenhagen and is the national symbol of Denmark. It is a small statue of a mermaid sitting on a rock, like a real mermaid. She is half human, half fish. Итак, русалочка находится в бухте Ленгелине в Копенхагене и является национальным символом Дании. Это маленькая статуя русалки, которая сидит на камне, как настоящая русалка, она наполовину человек, наполовину рыба. Итак, русалка расположена, или статуя русалки расположена, то есть это действие постоянное, она постоянно там расположена, поэтому я думаю, что здесь будет явный present simple. И поскольку это пассив, значит, у меня обязательно будет глагол быть, это, собственно говоря, основной глагол. А далее у меня вот это превращается в past participle, и это будет is located, поскольку locate – правильный глагол. И едем дальше. Чего-то там inspired by a fairy tale by the famous Danish writer Hans Christian Andersen. It – дальше там чего-то ordered by Carl Jakobsen of the famous Carlsberg Brewery after he attended a performance of the Little Mermaid by the Royal Danish Ballet Company. Итак, здесь я остановлюсь, посмотрим, что у нас имеется. Создателей статуи вдохновила сказка знаменитого датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Итак, у нас здесь стоит слово inspire. Inspire – это вдохновлять. И здесь, если дословно, получается так, что статуя была вдохновлена сказкой. Ну, ясное дело, что мы так не говорим, но в английском языке это абсолютно нормально. Значит, поскольку статуя была создана в прошлом, значит, здесь явное прошедшее время, поэтому здесь будет past simple – это просто факт в прошлом, поэтому was – статуя одна, поэтому was. И далее inspired – это у нас тоже правильный глагол, поэтому inspired. Далее fairy tale – это сказка. И далее обратите внимание на предлоги. сказка авторства чьего известного писателя, поэтому в бай нужно стоять. Далее она была заказана Карлом Якобсеном, владельцем знаменитой пивоварни Карлсберг, после того, как он побывал на представлении русалочка, которая давал королевский датский балет. Итак, значит, она была заказана, то есть, опять же, у нас события в прошлом, поэтому it was ordered. В данном случае слово order – это заказ, то есть заказать что-либо. Карл Якобсен, здесь, в принципе, все понятно, brewery – это пивоварня. Далее после того, как он посетил, если дословно, или побывал, можно и так говорить. Далее performance – представление, и далее представление какое? Представление – русалочка. Вот это вот, оно, по идее, должно быть в кавычках, но здесь этого можно не делать, потому что здесь стоит off. И далее Royal Danish Ballet Company. Ну, company в данном случае – это балетная труппа. Вот что здесь имеется в виду. Мы так не говорим, у нас не принято говорить балетная труппа, у нас просто говорят балет. Поэтому ballet company – это балет, датский балет. Далее. The stadium – далее это make by Edward Erikson and дальше там чего-то at Langelini on 23 August 1913. Статуя была выполнена Эдвардом Эриксоном и установлена в Langelini 23 августа 1913 года. Значит, статуя была сделана, или создана, или выполнена, как кому больше нравится. В любом случае, это опять же событие в прошлом, обратите внимание, 1913 год, поэтому was made. Поскольку make – неправильный глагол, то его третья колонка, past participle – это made. И далее put up – так и будет, без всяких изменений. Почему? Потому что, во-первых, put – тоже неправильный глагол, он во всех трех колонках одинаковый, поэтому past participle – тоже put. И здесь есть еще один такой момент. Здесь у нас однородные сказуемые, то есть у нас была выполнена и установлена. То есть это однородные пассивы, поэтому второй раз to be можно не ставить. Оно здесь относится сразу к двум, и к make, и к put up. И едем дальше. Sadly, it – чего-то там, damaged many times since then. К сожалению, она бывала повреждена много раз с того времени. Или ей наносили повреждения много раз. В любом случае, здесь у нас опять passive voice, и здесь, кстати, можно поставить present perfect. Почему? Потому что здесь у меня стоит вот эта вот штука since then, то есть since, вот это then, можно было бы заменить на вот эту дату, то есть с 23 августа, то есть, грубо говоря, с 13 года. То есть, с 1913 года статую много раз повреждали, или наносили повреждения. Поэтому здесь можно поставить present perfect. It has been damaged. Едем дальше. The little mermaid. Далее. Visit by more than a million people every year. На статую русалочки приходят посмотреть более миллиона людей каждый год. Если дословно, статую русалочки или русалочку посещают более миллиона человек. Но ясное дело, что русалочку не посещают. Мы так не говорим. Но в английском языке это нормально. Поэтому здесь, опять же, действие производится над статуей, и поэтому здесь у нас будет passive. И поэтому здесь также у нас, поскольку every year стоит, поэтому у нас будет не просто passive, а present simple. Поэтому is visited. И обратите внимание, снова стоит buy, потому что дальше у нас агент действия. Вот такой вот он огромный. Вот это все. Это агент действия. Тот, кто делает действия. Далее. It. Далее там can see. quite easily from the Langlini harbor. Tourists can also enjoy the wonderful harbor view and buy postcards, t-shirts and other souvenirs at the harbor. Ее можно легко увидеть из бухты Langlini. Туристы также могут посмотреть чудесную бухту и купить открытки, футболки и другие сувениры прямо в этой бухте. Итак, здесь у нас немножечко сложнее, потому что здесь появился модальный глагол. Может ли passive voice употребляться с модальными глаголами? Еще как может. Поэтому здесь у нас будет can. Can все равно, чем стоять с активом или с пассивом. А дальше мы же помним, что после модальных глаголов у нас должен быть инфинитив. Хорошо, я его здесь ставлю, но мне надо помнить, что у меня инфинитив не какой-нибудь, а пассивный. Все пассивные инфинитивы выглядят одинаково. Это be плюс третья форма глагола can be seen. Вот таким вот образом. Далее, бесподобная фраза вот эта can also enjoy the wonderful harbor view. Если дословно, могут также наслаждаться чудным видом бухты. Ну, мы так не говорим, просто-напросто могут увидеть чудную бухту и не более того. Далее, четвертый абзац. Вы будете под впечатлением от этой прекрасной статуи, посмотреть которую не нужно упускать возможность любому человеку, который посещает Копенгаген. Итак, что мы здесь имеем? Здесь у нас очень хитрое такое предложение, потому что уже в самом предложении изначально есть passive voice вот здесь. You will be amazed. Вы будете под впечатлением, вы будете потрясены, вы будете удивлены, вам понравится. В общем, здесь можно фантазировать. Далее, delightful statue. Здесь, в принципе, все ясно. Далее, вот здесь начинается самое интересное, потому что, если переводить дословно, будет полная ерунда. Получается, которая не следует быть пропущенной посетителями Копенгагена. Ну, согласитесь, полный бред. На самом деле, здесь при переводе надо фантазировать. Почему? Потому что passive voice очень часто на русский перевести дословно очень тяжело. В этом нет ничего странного, потому что у нас passive или страдательный залог, если хотите, употребляется намного реже. поэтому здесь, в общем, здесь нет слова возможности, я его придумала просто. Возможность увидеть, которую не следует пропускать. Вот возможность увидеть, которую здесь нет и в помине. Это все моя фантазия. Значит, здесь у нас опять стоит модальный глагол, кстати, и более того, он еще и с отрицанием. Может ли быть такое? Конечно, может быть. Модальным глаголом все равно, чем стоять, поэтому я просто переписываю это отрицание. Это можно сократить, можно не обязательно should not, можно поставить просто shouldn't, это тоже будет правильно. Далее я помню, что мне нужно поставить passive, и поскольку у меня модальный глагол, дальше должен быть инфинитив. Ну что ж, ставим. Я помню, что пассивный инфинитив это be плюс третья форма глагола. Значит, be, и далее я смотрю, вот мой основной как бы глагол, из которого я сейчас сделаю past participle. Он у меня правильный, поэтому shouldn't be missed. Вот таким вот образом. В данном случае слово missed это пропустить, то есть пропустить возможность или пропустить шанс посмотреть. И далее visitor of Copenhagen area. В принципе, дальше ничего интересного уже нет. Вот такой вот текстик. Теперь моя задача озаглавить эти абзацы. здесь абзацы стоят по порядку. Я думала, здесь надо еще менять порядок, но его не надо менять, здесь просто надо озаглавить. Давайте посмотрим сначала, что у нас за заглавие. Recommendation. Рекомендация. Рекомендация у меня была в последнем абзаце. Почему я могу быть в этом уверена? Потому что у меня здесь стоит модальный глагол should. А should очень часто показывает мне рекомендации. Когда я кому-то даю советы, то поэтому номер один heading номер один это у меня четвертый абзац. Ну что ж, смотрим дальше. Значит, recommendation это number four. Далее historical facts. Исторические факты. Исторические факты у меня были во втором абзаце. Почему? Потому что здесь везде прошедшее время. Здесь можно только за счет грамматики выехать. Даже можно особо не смотреть содержание. И поэтому здесь у меня два-два здесь будет так вот совпадать. Исторические факты вот 1913 год была сделана, была установлена, была заказана, была вдохновлена, если хотите, и все такое. Поэтому здесь у меня номер два. Далее name, location, description. Название, местоположение, описание. Это явно первый абзац. Название русалочка, где расположена location. Вот location и вот is located стоит. Невозможно просто промазать. Далее national symbol of Denmark. Вот вам описание, description. Поэтому здесь стопроцентная гарантия, что здесь у меня заголовок номер три или же здесь у меня единичка. И последнее things to see and do. Что делать или что посмотреть? Ну, у меня просто нет выбора, поэтому у меня здесь будет вот номер четыре здесь, четвертое заглавие у меня будет здесь и соответственно здесь у меня будет третий абзац. Вот таким вот образом. Все довольно просто. Ну, просто это при условии, если а, я знаю слова и б, если я владею темой, если я владею грамматикой и все такое. Напоминаю, что это упражнение из Enterprise Elementary, скриншот этой страницы, если у вас нет книги, будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на теорию по passive voice, как это образуется, как им пользоваться, также будет стоять в описании видео. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!